Я не могу извиниться перед ней, как я извиняюсь перед тобой сейчас, Джил? Всем привет! Вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать проходить вольгалечку. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Так, разблокировали. Дополненная правда. Ведутся работы на серверах, дополненные правды, просим прощения за доставленные неудобства, слава богу и господи, я думал, придётся считать. Я оставлю шкаф открытым на случай, если захочешь раскрыться от шума. Спасибо. Валим на работу. Суббота, 31 декабря. Айля, забыл. Что ж, посмотрим. Джилл заканчивает с приготовлениями. Я пойду заберу нашу еду. Они согласились работать в Новый год только при условии, что я сама приду за ней. С тобой всё хорошо? Мне страшно. Геби может прийти в любую минуту. Расслабься, всё будет в порядке, поверь мне. Выпей чего-нибудь. Может, это тебя развеселит? Может. Я тебя ненадолго оставлю. И не смей хандрить. Если пройдёшь через это, я тебя награжу. Ну, не знаю. Обниму тебя. Подойдёт? Обнимешь? Крепко обниму. В награду за всё, что ты сказала и сделала. Так, я побежала. Ты справишься. Хорошо. Всё хорошо. Ты избегала этого столько лет, но настало время взглянуть в страху в лицо. Да, всё хорошо. Всё пойдёт в лучшую сторону после того, как я поговорю с Геби. Может, даже босс меня обнимет? Я в порядке. Эм, привет. Геби. Заходи. Извини меня. Добро пожаловать в... Слушай. Ты первая. Нет, я... Но... Недавно я получила письмо. И странно даже не то, что мне пришло бумажное письмо, а то, что оно... Было от твоей сестры. Что? Моя сестра отправила тебе письмо? Впервые об этом слышу. Что там написано? Не знаю. Я его так и не открыла. До этого момента. А? Я решила, что мне стоит прочитать его с тобой. Да, давай сделаем это. Давай его прочитаем. Ну, ладно. Прости. Э... Это... Это всё? Ага. В письме больше ничего нет? Может, с обратной стороны? Ах, это так похоже на твою сестру. Я целыми днями переживала из-за этого письма, не хотела открывать. Я так боялась того, что там может быть написано. Мысли о нём не давали мне есть и спать. И после всех этих проблем, всех моих истрёпанных нервов, после стольких лет молчания, она присылает мне письмо, всего лишь грёбанное письмо. И она просто написала, прости. Прости за что? За ссору? За то, что мы не разговаривали все эти годы? Да блять! Она даже из могилы меня умудряется выбесить. Ты смеёшься? Извини, я просто вспомнила, как моя сестрёнка тебя так доставала. Как в тот день, когда она на день святого Валентина подарила шоколадки с номерами 1, 2 и 4. И ты бесилась, что не хватает номера 3. Или когда ты оставила закрытую банку, бутылку пива на столе, а она тайком её открыла и немного отпила. Она не сказала тебе об этом, а ты весь день не понимала, что не так с твоим пивом. Она всегда хвасталась тем, что знает меня, как свои пять пальцев. Если письмо должно было вывести меня из себя, у неё есть полное право этим хвастаться. Может, она это искренне? Она несколько раз говорила, что чувствует себя виноватой. Неужели? Ты говорила, что она умерла от локального отторжения нано-машин, да? В сердце, да. В отличие от глобального отторжения, которое так часто освещают в новостях, её случай более необычный. Чаще всего заражённую область просто ампутируют или заменяют. Но органы это другое. В её состоянии был слишком большой риск отторжения имплантов. Не говоря о том, что искусственное сердце и генетическое лечение никому не по карману. Ага. Она болела, как оказалось, с 18 лет, но скрывала это от всех. Почему? Чёрт его знает. Как же я разозлилась, когда узнала, что она скрывала. Почему она мне не сказала, чтобы я не волновалась? Может, ей было стыдно? Ну почему? Стоп. Как она тогда нормально жила? Она колола себе сыворотку. Каждые три дня рядом с сердцем. Оказывается, сыворотка от скид жжёт. У неё даже остался страшный след там, куда она колола. Значит, та штука рядом с её левой грудью была нерадимым пятном. И в конце концов, отторжение её убило. Отторжение на намашин стало причиной смерти. Но врачам не удалось узнать, что сделало её такой уязвимой. Врач сказал, что, скорее всего, она пропустила укол или сыворотка ослабила её иммунитет. Может, это было повышенное кровяное давление, а может, хрен пойми что. Может, это был обычный сердечный приступ, а отторжение наступило уже после. Врачи на мои вопросы лишь разводили руками. Она никому не рассказывала, поэтому никто не знает. Если бы она мне рассказала, я бы ей помогла, и тогда, возможно, она была бы ещё жива. Может, ей не пришлось бы проходить через это одно и вместо того, чтобы умирать во сне. Сколько об этом не думай, это её не вернёт. А? Я так долго думала о том, как всё могло бы пойти по-другому. После того, как ты сообщила мне о её смерти. Что если бы я тогда была сдержаннее? Что если бы я тогда просто забыла про свои страхи? Что если бы я извинялась раньше? Что если бы я попробовала устроиться в тот институт? И после той моей истерики, этих мыслей стало в несколько раз больше. Но сегодня я кое-что поняла. Сожалеть о мёртвых бесполезно. Ты жива, ты здесь. Я могу попросить прощения у тебя. Но не у мёртвого человека. Я не могу извиниться перед ней, как я извиняюсь перед тобой сейчас. Джил? Ленор, она... Она обрела покой. Она просто отдыхает после всех этих проблем с сердцем. От которых страдала годами. Но ей не обязательно было проходить через это одно, если бы она только... Так отметим же её жизнь и все её достижения. Если оплакивать её, то вместе. И вместе мы почтим её память. Вместе. Ленор любила веселье. Лучшее, что мы можем для неё сделать, так это не падать духом. Хотя я хотела бы спросить. Она правда начала жаловаться на боль в груди после того, как я ушла? Нет. По ней не было видно, что ей стало хуже после твоего ухода. Всё случилось очень внезапно. Она жаловалась на боль в груди время от времени. Но это было задолго до вашей ссоры. Мы тогда думали, что это кислотный рефлюкс или вроде того. Господи, я даже обвиняла тебя в её смерти. Я тогда не соображала. Просто мне хотелось свалить вину на что-то. Или кого-то. А ты этого не заслуживаешь. Прости. Да, ты меня тоже прости. Нам обеим есть за что извиниться. Так что не накручивай себя ещё сильнее. Я не должна была кричать на тебя. Это недостойно взрослого человека, так что... Давай оставим всю эту боль в прошлом, а? Ты уверена? Ну, конечно. Так, как ты меня нашла? А, эм... Ну, ты слышала об имиджборде под названием Дангеру? Слышала, да. Ну, я заглядываю туда время от времени. И однажды я наткнулась на трет, где обсуждали бар. Кто-то оставил описание бармена, и я поняла, что это ты. Ты злишься? Нет, не злюсь. Я просто... Ошарашена. Слушай, Джилл, расскажешь мне, почему вы тогда поругались? Что разожгло ту ссору? Ты была недовольна моей сестрой? Ну... Эм... В то время я не знала, что делать после окончания колледжа. Я поняла, что искренне ненавижу последние несколько лет, проведенных в нем. Не покривлю душой, если скажу, что я терпела это место только потому, что твоя сестра была со мной. Если бы она перестала меня поддерживать, я бы... Я бы давным-давно ушла оттуда. И ни разу не пожалела бы. После выпуска меня пригласили работать в одно очень хорошее место. И она приняла это приглашение за меня. Она говорила, что это ради моего будущего, но я была в гневе. Почему она решила это за меня? Это меня взбесило. Я даже не знала, хочу ли там работать. Но она так настаивала. Она чуть ли не заставляла меня принять это предложение. А потом мое будущее стало нашим. И она начала говорить о свадьбе. Вы собирались пожениться? Я не думаю, что она серьезно этого хотела. Просто говорила об этом время от времени. Не то, чтобы мы это обсуждали, но она просто провоцировала меня этой темой. Но от мысли о свадьбе я чуть не умерла от страха. Я любила ее, но не была готова связать себя с ней. Особенно учитывая, что она сделала. Я не знала, чего хотела. Но я бы не дала ей принимать такие ответственные решения за меня. Просто иногда она была, ну, очень напористой. Как я и говорила, я закончила колледж только благодаря ей. И отчасти потому, что она на меня давила. Хоть у нее и были благие намерения, но она порой бывала излишне грубой. Так случилось и в этот раз. Она решила сама принять за меня это решение. Если бы мы поженились, как бы я ее остановила? Что если после свадьбы она бы начала вертеть моей жизнью, как ей вздумается? Я знала ее. Она сделала это, потому что искренне желала мне добра. Но как же моя свобода? Мое слово. Так поэтому ты разлюбила Ленор? Нет, 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 что ты? Я никогда не переставала ее любить. Именно поэтому мне так больно. Но ты пойми меня. Я не хочу 40 лет ходить на работу, которая мне не нравится. Просто из привычки, потому что я привыкла к серой рутине. Я хотела сбежать от всего на минутку, привести свои мысли в порядок. Собраться, обдумать, что же делать дальше. Я тебя понимаю. Иногда я тоже себя так чувствую. Хотя я даже не в колледже. Значит, поэтому вы подсапались, да? Знаешь, звучит так, как будто мы пытались воцарапать друг другу глаза ногтями. Теперь я понимаю, насколько все это было глупо. Да трагичного глупо. Возможно, это я начала ссору, отказывалась от ее предложения и ничего не хотела слышать. Если бы я не отговаривал так резко, не отреагировал так резко на ее слова про то, что я упускаю такую возможность, может, она бы не наорала на меня так сильно. Этого всего можно было бы избежать, если бы я не кипятилась и просто обсудила с ней все. Моя сестра говорила то же самое. Что? Я ведь говорила, что она время от времени признавалась мне, что чувствует себя виноватой, да? Надо было выслушать ее до конца. Но я просто давила на нее. Мне надо было успокоиться, а не беситься из-за ее зависти. Это было ее предложение, а не мое. Надо было перестать проецировать себя на нее. Вот как-то так. Ленур. Хм. Матевичи истерички. Ты, я, сестренка. Ты тут, по идее, должна вести себя взрослее всех, эй. Ха. Но почему ты не вернулась, Джилл? Ты так сильно нас ненавидела? Ты решила нас сбросить и начать новую жизнь? Нет. Просто... Помнишь, как твоя сестра вела урок и разбила окно, и ты разбила окно? Как ты пряталась от нее, боясь, что она тебя накажет? Но моя сестра не стала бы наказывать тебя. Я боялась. Жутко боялась. Я не могла заставить себя снова встретиться с ней. Но я тогда пошла к ней, а мне тогда всего семь лет было вроде бы. Почему ты не смогла этого сделать? Это разные вещи. И тогда все причины вернуться мне оказались бессмысленными. Сейчас вся эта ситуация кажется просто абсурдной, понимаешь? Но мне от этого никак не легче. Я никогда больше не смогу с ней поговорить. Это так неприятно именно потому, что это так глупо. Клянусь, вы с моей сестрой были просто рождены друг для друга. Вы обе пытались жить дальше после всего, что на никому из вас не хватило смелости извиниться. Эх, и как я уже говорила, сколько себе не ругай, этим ее не вернуть. Я так по ней скучаю. Мы все... Мы все время были вместе. Всегда болтали о всякой ерунде. Я бы не сказала, что от моих родителей не было толку. Но только к ней я могла обратиться за помощью. Каждый день я вспоминаю о ней. Без нее теперь так тихо и пусто. Она была замечательным человеком. Да, она замечательная. А? Нет ничего плохого в том, чтобы ее оплакивать. Но нам надо также отметить, какую яркую жизнь она прожила. Если бы она была здесь, она бы сказала нам, что ныть так долго жуткое занудство. Она это тебе всегда говорила. А тебе она говорила не втирать людям всякую дичь. Образно ей буквально. Эй, мне тогда было восемь лет. Так давай же выпьем за нее. Выпьем? Да, сейчас налью тебе чего-нибудь. Нальешь мне? Расслабься, все будет нормально. Нужно что-нибудь, что можно без зазрения совести дать Гебе. Лучше, конечно же, что-то сладкое. Не, не, брендине будет очень, очень просто. Да. Что ж, первый раз надо в рыгодню нажраться. Да, детка. Тебе пиздосики. так перемешать подержи пока хорошо ленор я знаю что ты смотришь на нас с того света на то как я даю твоей сестре выпивку мы обе когда-то хотели извиниться за свои прошлые поступки но теперь уже слишком поздно теперь я не могу попросить у тебя прощения но я хотя бы могу дать тебе покой знаешь что я всегда буду приглядывать за гиби в твое отсутствие я прослежу за тем чтобы гиби выросла хорошей женщиной такой какой было ты и не дам этой сопле столкнуться с теми же проблемами что были у нас хочешь что-нибудь добавить ам я всегда буду по ней скучать не говори об этом мне скажи ей это немного но уже попробуй и я всегда буду скучать по тебе сестренка сестренка сестра дура почему-то так долго это скрывала дура я же всегда тебе все рассказывала разве этого было мало тупая ты дура чёрт и джелл пообещай мне что ты не будешь такой тупицей что не будешь скрывать от людей такие вещи только если ты пообещаешь что за то же самое и и обещай что мы не будем ссориться этого я не могу сделать чего мы с тобой двое упрямых барана рано или поздно мы обязательно из-за чего-то порогаемся но я могу обещать что не убегу как в прошлый раз успокоимся и все обсудим как взрослые люди и я еще не взрослая думаю всем очевидно что ты ведешь себя гораздо взрослее чем я ты это серьезно говорила ты правда за мной присмотришь я всегда буду с тобой гибби я не ленор конечно но я не посмею бросить свою маленькую сестренку одну джелл и разве это был не тост точно за верную сестру и возлюбленную за ленор за ленор так насчет этого напитка и я могу его выпить тебе нравится попробуй он неплохой почему ты тогда не пьешь ты же рядом со взрослым человеком находишься время от времени мы можем нарушить пару правил хорошо я тут вспомнила помнишь как твоя сестра налила тебе пиво чтобы подшутить на тот над тобой вот да этот случай а было это 1 апреля я должна была догадаться что она предложила мне когда она предложила мне банку лимонада я ей там с тела прилепив жвачки на подошвы всех ее ботинок она ну очень смешно ходила правда ей было больно до конца дня да она ты знала что ты тогда получила да но ты знала что ты тогда получила мой напиток а она дала мне пиво это оказался лимонад вот как ты на ней как-то отыгралась ну то иначе спрятала все ее дел таки а потом оказалось что она умеет обращаться с огурцом какая самостоятельная тенка была а через пару дней она нарезала этот огурец в салат блять и сказала ну как я тебе на завтрак джилл я я расскажу тебе когда будешь постарше или вообще никогда слушай гибби твои родители знают что ты здесь они думают что я у клэр у кого она моя лучшая подруга в школе и это клар знает что ты ее прикрываешься да конечно как бы еще она меня прикрала логично ты потом пойдешь к ней домой если честно я не так хорошо все продумала может и пойду я живу в другом районе надо клары те далеко так что тоже ничего не поделаешь у меня тут квартира неподалеку по ночам довольно опасно не хочешь остаться у меня ты серьезно я не живу в особняке но у меня довольно уютно переночевать сойдет по крайней мере конечно я с радостью останусь у тебя отлично кстати но твоего папа осталось пекарня у него был очень вкусный хлеб ага он открыл вторую в прошлом году вот как он значит расширяется кажется в него вложился его друг из района моторов он увидел потенциал когда понял что там почти нет пекарен помню как твоя сестра познакомила меня с отцом он начал кричать я так и знал знал вашу мать что ты лесбиянка папка снова на коне мне кажется он поспорил насчет этого со своим знакомым еще когда сестренки было 12 или около того нормальный батяня папа сказал что ей нравится девочки знакомый ему не поверил они на пиво тогда поспорили эта бутылка пива до сих пор лежит в холодильнике он на ней еще написал со вкусом победы твоя мама не очень ладила соленор верно это была не самая обычная ссора мама всегда следовала заветам высшего общества в ее кругу друзей лесбиянки были неприемлемы тут я все еще на стороне своей сестры мама отказалась от нее не из-за собственных гомофоб гомофобских взглядов а не за навязанного мнение ее друзей и для нее мнение друзей было важнее собственной дочери как она отреагировала на ее смерть не знаю родители расстались два года назад неужели они никогда не женились поэтому и развода никакого не было я не видела ее с даже не знаю августа вроде вот тоже поругались нет она просто не появлялась тебе наверное одиноко да я тоже через это прошло немного но я больше не одна благодаря тебе джелл у меня кружится голова алкоголь скорее всего что ты ведь поняла что я имела в виду когда сказала что мы можем нарушить пару правил да но не волнуйся скоро пройдет нет не пройдет но если продолжить поворачивать и пусть это будет тебе уроком не стоит пить то что тебе предлагают незнакомцы в барах сначала у тебя кружится голова а потом ты просыпаешься в ванне наполненной льдом и если ты пытаешься оправдаться моралью то делаешь только хуже и я думала тут будет вечеринка альма ты здесь вечеринка отмечаем новый год в небольшой компании хочешь остаться с нами я не хочу быть обузой не будешь не переживай но сегодня никакого алкоголя только кола а то для него уже поздно поболтаем узнай что у меня изменялось и в жизни познакомлю тебя со своими друзьями ну так как если ты этого хочешь на отлично эй эльма иди сюда хочу тебя кое с кем познакомить боже ну эти вот такие турбо медленные переходы ну что ж я так полагаю на этом у нас кибер пункт и заканчивается блин а мне понравилось я бы еще раз прошел конечно может быть потом и пройду уже так чисто для себя так так сказать если вдруг найду каким-то дивным образом время жаль что на канале его смотрели весьма прискорбно но ничего не поделать если вам понравилось обязательно ставьте лайки и пишите комментарии подписывайтесь на канал если еще не подписаны так и те колокольчик чтобы не пропускать новые видосы а еще можете подписаться на мой паблик вконтакте на мою инсту и на мой дискорд в общем все нужные ссылки в описании под этим видео и под всеми что же всем спасибо за просмотр и всем пока оказывается это было еще не все среда 1 февраля эх подумать только меня выселили они жестокие нельзя даже месяц пропустить я к тому времени уже два месяца пропустила джилл джилл по крайней мере ты опоздала с оплатой не потому что потратила кучу денег на ненужное барахло да да насчет этого забудь не хочу об этом слышать пошли спать завтра соберемся с мыслями и решим что ты будешь делать дальше ага спасибо что разрешила остаться уйти ого какая огромная кровать двухспальная я тут с парнем прожила минимум четыре года а сейчас бывает одиноко но она очень удобная как и сама одинокая жизнь наверное надеюсь ты не против спать со мной потому что тут не хватит места для футона я не спала на матрасе вот черт уже два года как наверное это хорошо для спины и плохо для самооценки ладно спокойной ночи 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 ой вы любопытная у нас концовка вышла я знаю что там и хоть жопой жуй как же тут жарко еще она меня обнимает но я не хочу ее будить она такая счастливая во сне интересно разрешать ли мне босс переночевать у нее ну что поделать постараюсь уснуть нет лунка ну брейс отсюда нет ты шерсти кусок даже не думаешь спать на моем ли здесь можно сохранить данные своей жизни загрузка жизни из главного меню или избора позволит вам начать игру с первого дня сохранив ваши деньги и покупки крутик а ну чё б нет то сохранимся нг плюс не знаю что то такое ну да ладно что ж господа на этом сегодня да уже точно будем заканчивать всем спасибо за просмотр и всем пока в следующий раз будем уже начинать пролог пока в следующий раз